Мир вашему дому, уважаемые друзья! Пандемия коронавируса продолжает шествовать по миру, замораживая все спортивные события и заставляя нас сидеть дома. И чтобы любители борьбы не очень сильно скучали, мы продолжаем составлять рейтинги лучших борцов нового столетия. В этом выпуске мы поговорим о сильнейшей десятке в весе до 61 килограмма. Напоминаю, что мы опираемся на статистику выступления вольников на Олимпиадах, чемпионатах мира и континентов. При этом, естественно, учитываем конкуренцию на континентальных соревнованиях. Итак, на десятую строчку рейтинга мы поставили Базара Базаргуруева. Этот бурятский вольник, который начинал заниматься борьбой в родном Агинском районе, на протяжении многих лет выступал за Кыргызстан. Под флагами этого азиатского государства он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку в 2007 году. В том же сезоне стал чемпионом Азии в Бишкеке и выиграл бронзу этих соревнований в 2009 году в Таиланде. Однако ключевой причиной попадания Базаргуруева в этот список все же стала бронза на Олимпиаде в Пекине. На этих играх он занял только пятое место. Но финалист Олимпиады украинец Василий Видоришин, которому он уступил, был уличен в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицирован. А представителю Кыргызстана была вручена бронзовая медаль. Девятую ступеньку нашего рейтинга занимает тот самый Василий Видоришин. Как я уже сказал, один из самых талантливых украинских вольников последних лет был лишен серебра на Олимпиаде 2008. Но если в случае с десятым местом рейтинга мы опирались на факт наличия бронзовой медали у Базаргуруева, то здесь будем опираться на то, что на второй ступени пьедистала в Пекине стоял все-таки Фидоришин. И это видел весь борцовский мир. Помимо этой отобранной награды, в активе у Василия серебро чемпионата мира в Москве в 2010 году и бронза в датском Хернинге годом ранее. Кроме того, он трижды становился чемпионом Европы. В 2005 и в 2007 в Болгарии и в 2008 году в Финляндии. Дважды в Будапеште в 2001 году и в Баку в 2002 доходил до финала этих соревнований. И три раза завоевывал бронзовые медали Евро в 2009 году в Вильнюсе, в 2010 в Баку и в 2011 в Дортмунде. Думаю, это достаточное основание, чтобы Василий Фидоришин занимал свое место в десятке лучших борцов нового столетия. На восьмой позиции расположился индийский вольник Йогешвар Дуд. Самым высоким достижением в карьере этого борца стала бронзовая награда на Олимпийских играх в Лондоне. При этом надо отметить, что Йогешвар принял участие в четырех Олимпиадах с 2004 года в Афинах и по 2016 год в Рио. На чемпионатах мира он также боролся четырежды, но ни разу не доходил до призовой тройки. Лучшим его результатом на этих соревнованиях было пятое место в 2006 году в китайском Гуанчжоу. В том же году индус завоевал бронзовую медаль азиатских игр в Катаре, а также дважды в 2008 и в 2012 годах побеждал на чемпионатах Азии. Седьмое место в нашем списке мы отдаем одному из сильнейших борцов последних лет в этой категории – азербайджанцу Гаджи Алиеву. К большому сожалению самого борца и его болельщиков с 2014 года категория до 61 килограмма стала неолимпийской, поэтому этот выдающийся вольник не имел возможности показать свой истинный потенциал в Рио. Впрочем, бронзовую медаль в Бразилии он все же завоевал, но в категории до 57 килограммов. И хоть она не идет в зачет нашего рейтинга, но не учитывать ее совсем тоже будет неправильно. Ведь все любители борьбы понимают, что если бы Гаджи боролся в своей категории, то с большой долей вероятности на его груди также красовалась бы медаль Олимпиады. В весе же до 61 килограмма Гаджи Алиев трижды поднимался на верхнюю ступень кидисталов чемпионатов мира. В 2014 году в Ташкенте, в 2015 в Лас-Вегасе и в 2017 в Париже. До этого ни одному азербайджанскому вольнику не удавалось стать даже двукратным чемпионом мира. Также Гаджи победил на чемпионате Европы в финском Вантео в 2014 году и завоевал бронзовые медали Рижского Евро-2016 и Бакинских Евро-Игр 2015. Надо отметить, что Гаджи Алиев является двукратным чемпионом Европы и победителем Евро-Игр в весе до 65 килограммов. Но эти медали мы, понятное дело, не учитываем. На шестом месте в нашем ТОП-10 расположился иранский вольник Саед Мурад Мухаммадий. Выходец из города Сари, что на севере Ирана, стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Завоевал титул чемпиона мира в китайском Гуанчжоу в 2006 году и дважды в 2005 в Будапеште и в 2010 в Москве поднимался на третью ступень пьедестала этих соревнований. В наградной копилке иранца также есть золото азиатских игр в Катаре в 2006 году и две медали высшей пробы на чемпионатах Азии 2003 и 2005 годов. Дважды Мурад возвращался с этих континентальных соревнований с серебром и один раз с бронзой. Пятая строчка рейтинга достается титулованному осетинскому вольнику Бесику Кудухову. Двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира погиб в автомобильной аварии в самом расцвете сил в 2013 году, так и не успев реализовать свою главную мечту и подняться на верхнюю ступень Олимпийского пьедестала. Но и без Олимпийского золота спортивные достижения Бесика впечатляют. Части из них он добился выступая в категории до 55 килограммов, а в наш рейтинг войдут награды, завоеванные в весе до 60 килограммов, в котором он стал серебряным медалистом на играх в Лондоне и три года подряд с 2009 по 2011 был вне конкуренции на чемпионатах мира, соответственно в датском Хернинге, в Москве и Стамбуле. Мечту Бесика воплотил в жизнь его друг Саслан Рамонов, посвятивший ему победу на Олимпиаде в Рио, а Заурбек Седаков посвящает памяти именитого земляка победы на чемпионатах мира. Также в Краснодаре уже несколько лет проводится всероссийский турнир, посвященный памяти выдающегося борца-вольника Бесика Кудухова. На четвертое место в нашем списке мы поставили иранского вольника Алири Зу Дабира. Уроженец Тегерана является одним из шести иранских олимпийских чемпионов по борьбе. Золото Игр в весе до 58 килограммов ему удалось завоевать в 2000 году в Сиднии, и эта медаль остается единственной, которая идет в зачет нашего рейтинга. Али Риза также побеждал на чемпионате мира в 1998 году в Тегеране, и трижды доходил до финала этих соревнований. Но эти награды были добыты либо до 2000 года, либо в более тяжелом весе. Кто-то может спросить, как же так? Разве одна золотая медаль Олимпиады перевесит несколько титулов чемпиона мира? Друзья, с точки зрения спортивных достижений, золото Олимпиады – это вершина, конечная цель, к которой стремится любой борец. Подавляющее большинство представителей этого вида единоборств скажут вам, что отдали бы все свои медали за одну, но золотую медаль Олимпийских игр. Такая награда есть у Дабира, и поэтому именно он на четвертом месте рейтинга. После окончания спортивной карьеры, Али Риза, имеющий высшее юридическое образование, преподавал некоторое время в ВУЗе, входил в городской совет Тегерана, а с 2019 года занимает пост президента Федерации спортивной борьбы Ирана. Замыкает тройку сильнейших борцов этого веса в новом столетии азербайджанский вольник Тогрул Аскеров. В 2012 году в Лондоне 19-летний Тогрул вписал свое имя в число самых юных в истории борьбы чемпионов Олимпийских игр, победив в категории до 60 килограммов. В том же сезоне он занял первое место на чемпионате Европы в немецком Дортмунде, а за два года до этого дошел до финала чемпионата мира в Москве в весе до 55 килограммов. К слову, уроженец города Ганжа также является первым золотым медалистом Олимпиады, родившимся в независимом Азербайджане. После триумфа в Лондоне Аскеров более двух лет был вне борьбы и даже поговаривали, что талантливый вольник собирается повесить борцовки на гвоздь. Однако Тогрул вернулся в 2015-м в более тяжелом весе до 65 килограммов и победил на Евроиграх в родном Баку, а затем завоевал путевку на Игры в Рио и во второй раз в карьере поднялся на пьедестал Олимпиады, на сей раз на вторую ступень, уступив в решающей встрече россиянину Сослану Рамонову. Сейчас 27-летний Тогрул Аскеров продолжает выступление на ковре и, по нашей информации, готовится отобраться на свои третьи Олимпийские игры, но уже в весе до 74 килограммов. На второй строчке рейтинга расположился кубинец Яндро Кинтана. Борец с Острова Свободы победил на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, одолев в финале иранца Масуда Джокара. На чемпионатах мира кубинский вольник был менее успешен. Два раза он доходил до финалов этих соревнований, но в 2003 году в Нью-Йорке выступил азербайджанцу Арифу Абдуллаеву, а в 2005 в Будапеште россиянину Алану Дудаеву. Зато на континентальном уровне Яндро выступал блестяще. В его активе две победы на панамериканских играх и четыре на чемпионатах Панамерики. Из них одно золото весит до 66 килограммов. Кубинец завершил выступление на официальном ковре после Олимпиады в Пекине, на которой он занял седьмое место. Лучшим из лучших в весе до 60 килограммов стал двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батыров. В категории до 60 килограммов Хасаютовский левковес победил на Олимпийских играх в Пекине, а также стал чемпионом мира в Баку в 2007 году и чемпионом Европы 2006 в Москве. Таким образом, в новом столетии Мавлет остается пока единственным из всех борцов этого веса, кто поднимался на верхнюю ступень всех трех главных стартов, Олимпиады, чемпионатов мира и континента. Как мы уже сообщали в прошлом выпуске, сейчас 36-летний Батыров живет в Махачкале и продолжает поддерживать форму. Вот так выглядит десятка лучших борцов в этой категории в 21 веке по нашей версии. Однако у вас, уважаемые друзья, может быть свое мнение. Ждем его в комментариях. Благодарим вас за время, уделенное просмотру нашего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok